Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunt TD-6. И в этой серии я хочу попробовать выполнить испытания от зрителя. И само это испытание заключается в том, что я должен создать сразу же двух парагонов. Ну не прям что одновременно, а вот знаете, во время одной игры попробовать накопить сразу же на двух. А причем, по-моему, это не будет так легко, потому что та же самая Владыка Плазмы стоит в общей сложности более 400 тысяч, а господин Глев, мне кажется, почти 550 где-то, если не больше. То есть нам надо будет накопить только на них 1 миллион монет уже. А это очень большое количество денег, поэтому надо выбирать довольно-таки пустую карту, точнее, где можно очень много всего разместить. Конечно, можно было бы конец дороги, но, по-моему, это довольно-таки сложная карта. Так, поэтому я, наверное, выберу курорт. По крайней мере, попробуем, посмотрим, как у нас вообще тут получится. Выбираем сложную, стандартную, и будем вот сейчас тут смотреть, что-то как у нас получится вообще. Ладно, что у нас тут, благодаря знаниям, одна обезьянова бесплатна, ну, в каждой игре новой. И, прям, вот, знаете, очень обидно, что у меня нету одной книжечки. Ну, вот, был бы на один уровень побольше, я бы прокачал знание, которое дает плюс 200 долларов в начале игры каждой. По-моему, это очень крутое знание, но, прям, вообще, мне бы пригодилось, на самом деле. Очень полезно было бы. Так, ну, пока что, если чуть-чуть пройдет, не очень страшно, я, наверное, хочу сразу же на Бенджамина накопить, чтобы он нам приносил денег. И мы это сделаем довольно-таки быстро. Я надеюсь, что вот пока наши обезьяны с дротиками сама справятся со всем, со всеми трудностями. Ой, я даже не представляю, сколько же это нам надо будет этих ферм банановых ставить. Потому что это ведь нереально так-то очень большое количество денег. Денег. Что-то, правда, вообще. Да мне только сейчас начало доходить, сколько нам надо будет накопить. Так, все, Бенджамина ставлю. Граем сюда. Что-то я немного уже пожалел, если честно, что его сюда поставил, надо было куда-то его вообще вдаль ставить. А тут довольно-таки хорошее место. Ну, не для него. Так, давайте чуть-чуть обезьяну прокачаем, а то и постепенно тяжеловато становится. Немного качаем, да буду, наверное, на первую банановую ферму копить. Так. Ну, все, посмотрим. По крайней мере, не буду прям предсказывать, на что я буду сейчас копить. Просто пускай идут деньги. Может быть, потом у нас будут проблемы, я резко что-то другое поставлю. Потому что это может быть как-никак. Два парагона. Жесть, я надеюсь, я смогу. Это будет очень, наверное, сложно. Но в любом случае, мне кажется, с Бенджамина будет попроще. Он же и сам деньги приносит. И еще вот дополнительные с каждого шара дается. Это мне очень нравится. Так, пока что наши объемы с дротиками справляются. За что мы и как раз-таки благодарны. Прям будем всех благодарить, у нас все молодцы. Угу. Уже желтые идут. 11 раунд. Ну, пока у нас нормально все идет. И он почти уже на первую бананную ферму даже и накопили. Осталось бы подумать, куда бы ее поставить. Хорошо, что и здесь еще все влазит. Так, я бы, наверное, одного фермера поставил. Только я не знаю, как его действительно бы тут поставить. Чтобы он был максимально эффективен. Так, сложно, реально сложно. Ну, слушайте, я бы вот сюда бы его куда-нибудь поставил. Я, кстати, пока все это делал. У нас тут еще очень много денег накопилось. Почти на еще одну банановую ферму. О, ну, кстати, если так вот посмотреть. По-моему, место я прям нормально выбрал. Мне прям оно нравится. Так, еще бы сейчас было их поставить. То есть вот здесь две будет. Здесь, наверное, тоже где-то на две хватит. И тут еще, наверное, где-то две. О, тут пальмы кликабельные. Там крабы вылезли. Жесть. Такого не видел. Так, может сейчас на арбалет ей вкачать? На всякий случай. А то чуть-чуть уже проходит, кстати. Опасно. Чуть-чуть опасно. Так. Сейчас буду немного уже сами бананы фермы вкачивать. Чтобы они больше приносили. Потому что если это сделать, то намного выгоднее все будет. Так, ценные бананы нам тоже нужны. Ну, в принципе, мне кажется, мы идем неплохо. К счастью, у нас пока совсем одна обезьяна справляется. То есть мы ее прокачали до арбалета, и таких проблем сейчас нет. И сами фермы, кстати, уже начали нормально денег приносить. Ну как, конечно, потом будет в разы больше, но уже хоть что-то. Это уже невероятно радует. Так. Скоро уже первый пойдет комфлированный шар, но мы к этому готовы у нас. Что? У нас одна обезьяна с дротиками. О, ну, кстати, уже только что был, и мы справились. Так, я что-то так поставил опасную ферму, но он вроде бы все равно собирает. Да, кстати, вот. Я просто думаю, как-нибудь потом качать на нижнюю линию эту деревню, чтобы она все фермы забрала. Вот у меня тут на всех случаях место выделил. В принципе, тут прям идеально, если так посмотреть. Так, вот тут еще. И здесь еще на одной ферме хватит. Так, теперь я бы хотел поставить вот так вот. У нас чуть-чуть сейчас пройдет, но я еще качал огненную стену. Потому что у нас сейчас пойдет свинец вроде бы, как раз таки, да. С огненной стеной будет все намного лучше. Блин, кстати, не все собирают. Это, конечно, обидно. Эх. Ну ладно, будем стараться сами собирать, если что. Так. Ну, какие-то собирают, какие-то нет. То есть, так избирательно делают. Блин, тут тоже немного такая проблемная. А, в принципе, по деньгам-то уже все прям зарабатываем хорошо. То есть ферму нам принесли уже минимум почти 6 тысяч. Пускай в таком же темпе все идет. Сейчас надо будет немного откладывать денег на пушку. Потому что скоро пойдет перу-мал. Пушку я бы вот сюда поставил. Потому что тут очень часто... Ну, точнее, тут аж три круга ведь будет делаться. И как раз таки пройдет очень хорошо. Я, наверное, буду ставить банановую плантацию именно. А не банки. Ну и, по крайней мере, вот здесь вот. Дальше, может быть, банки я буду ставить. Банановую плантацию. Вот как раз таки, чтобы потом наша деревня их забрала. Так, вот, кстати, деревня ставится. Ей же потом можно будет радиус увеличить. Я надеюсь, что все получится. Так, сейчас быстренько немного накоплю до убийцы ма. Чтобы уж наверняка точно справиться. И, кстати, вот так можно сделать. Чтобы у нас эта обезьяна-маг тоже с компляжем справлялась. Ну вот. Так, радиус увеличили. Если идти по низу, то там, в принципе, еще должен увеличиться радиус. Поэтому проблем никаких нет. Поэтому сейчас уже копим на эти банановые плантации. Жесть, сколько! О, нормально, только что денег дали. Сейчас одни мысли, только о деньгах. Ну, кстати, очень легко справились. Тем более, у нас же Бенджамин. Посмотрите, реально! Не попадают. Потому что скидка очень разнится. Вот те же самые вот эти вот банановые плантации. Они намного дешевле стоят. То есть тут аж 2 700. А тут 3 200. То есть разница почти 500. Жесть. Так-то она очень большая. Так, ну ладно, так уж и поставим. Ну вот здесь проблем нет, никакой разницы. Пока что у нас 3 обезьяны, кстати, вообще со всем справляются. Прикольно. Так, ну постепенно появляются все равно какие-то трудности. Какие-то проблемы. Так, я бы еще отметку стрелка бы прокачал. То, что мы можем себе позволить. О, как деньги-то идут. Жесть. Ну и сейчас на банановую исследовательскую лабораторию будем копить. Конечно, звание они тут напридумывали. Длиннюющее. Так. Ну 12 тысяч есть. Мы, наверное, через раунда 2-3 точно уж должны накопить на первую эту лабораторию. Я ее так буду сокращенно говорить, потому что если произносить полное название, то в самосете можно будет как мне, так и вам все это слушать. Так. Я бы еще потом, наверное, этого обезьяна-мага, да, некромантов качал. Ой, посмотрите. Сколько тут пошло шарок-то. О, кстати. Так. Первую ставим, наверное, здесь, потому что она 100% под радиус попадается. Первая лаборатория, все. Надеюсь, что она прям намного больше будет приносить денег. Теперь мы будем больше копить на все остальное. Но как мне кажется, действительно разница есть. Тут уже 11 тысяч, хотя мы только что смотрели, было 9 тысяч. Поэтому не жалею, что уже ее поставил. И как раз таки сейчас вот всех поставим. Если можно проглядеться, то, кстати, это банановая ферма, из которой часто бананы выпадали, сейчас перестали падать. То есть, наш фермер успевает их подобрать. Они враги вот его попадать, начали. Это прикольно, это очень радует, что так все есть. А, я, кстати, а, я, может быть, понял, из-за чего это или нет. Не, наверное, не понял. Подумал, что я понял. Так как, вроде бы, баф от деревни может увеличить радио цебезианы. Хотя, я не знаю, работает ли это на обычных того же фермера. Ну, непонятно в этом плане. Так, ну, с керамикой мы, слава, справляемся. Слава. Слава, мы справляемся. Все нормально. Так. Вся шестой раунд. Скоро уже 60-й, новый Муабы. Как бы, уже сложность-то возрастает. мы деньги наши тоже не ставят на месте. Мы вкладываемся, как не в себя. Тут уже три исследовательских лаборатории. Так. вот как раз на некромантом быстренько накоплю, что он тут очень дешево стоит. При этом, мне кажется, очень хорошо будет нам помогать. Так. Ну, кстати, реально, прям разница, по-моему, большая стала. Он как раз быстренько вкачает нашу деревню. зря я скилл Бенджамина использовал. Потому что типа уже все вылетело. А как раз таки скилл идет на новые, которые еще не вылетели, а там Муабы либо Шары. Приносит дополнительные деньги и урон по ним вроде бы увеличивается. Поэтому очень полезный такой навык. Во, все, теперь у нас тут все исследовательские лаборатории. Я бы сейчас, наверное, быстренько на мастера арбалета накопил, чтобы увеличить нашу мощь. Это нам очень она пригодится. Можно будет, кстати, какой-нибудь обезьян с бумерангом уже поставить. Чтобы тоже была. Ой, посмотрите, сколько тут. Нет, все нормально. Живем. Так. Пока что справляемся. На самом деле опасно, очень страшно в такие моменты. смотреть, как вот столько шаров идет. Не, по итогу все у нас нормально. О, все, мастера арбалета теперь есть. И теперь нам вообще не должно быть страшно что-либо. По крайней мере, ну, в ближайшее время. Так, обезьяний город. Еще обезьяний город, он вроде бы еще должен увеличить. Радиус как раз-таки. Да, и теперь обезьянополис. И вот, если так посмотреть, там, да, все, кстати, действительно, все попадают под его радиус, то очень меня радует. сколько уже нам тут жесть, банановый фермер уже собрал под 130 тысяч монет в общей сложности. Так, 30 тысяч мы должны прямо в мгновение ока сейчас набрать. Так, все, собрали. И теперь ставим новые фирмы. Так, главное, чтобы они под радиус все попадали. Так, а вот это тут, что мы сможем вставить? Да, кстати, все можем. И теперь она прям вообще идеально попадает по радиусу, потому что у нас уже есть сегодня деревня. А тут еще, тут еще, и вот у нас тут еще будет. я не заметил, что у нас уже 50 тысяч. Офигеть. Так. Жесть. Вы понимаете, мы только поставили, и я уже опять на три исследовательские лаборатории накопил. Сейчас тут уже четвертая будет. Обзять деревню уже 100 тысяч принесла. жесть. Что-то я очень много удивляюсь, но я не верю в это. Так. И вот все, и теперь у нас еще одно. Нормально. Круто. Я бы сейчас еще тогда поставил несколько банков, но блин, вот здесь жалко, что, кстати, не ставится. Лучше вот сюда бы я поставил тогда. Эти банки. Так. Блин, кредит моф наверное зря поставил. Вот не буду этот кредит моф ставить, он мне не очень нравится. Мне кажется, нам не нужны эти кредиты, а мы без них нормально. С одной стороны. Подождем, накопим деньги в банках. Не помрем. надеюсь на это по крайней мере. Так, и сейчас наверное еще пару рынков бы я поставил нам. Вот сразу вот так. Жесть, я чувствую, ой, так, это вроде, чувствую, насколько мы сейчас богатые будем, что суматься тем нужно. Главное потом про банки это не забыть. Прям в камне поставили нашу фирму. Так, кстати, на объявление Wall Street тогда лучше. Талин, что он, сеть обезьян торговцев приносит колоссальные гребли за каждый раунд. Да, пускай нас теперь еще будет больше денег. фирмунг. Я немного от того, сколько мы уже всего тут поставили. Так, сейчас будем смотреть. И в принципе можем уже постепенно всех прокачивать наших обезьян. Так, пускай здесь будет вот такая обезьяна с бумерангом. в принципе быстро мы должны ее прокачку накопить. Уже в следующем раунде наверное и накопим. все, да. Так, теперь о, нам же ведь еще каждый раз даются бесплатные обычные обезьяны. Пускай они тут все в одном месте будут. одна вот такая. Нам вот сейчас нам надо накопить 48 тысяч. Ну, мы это сделаем быстро, как по мне. у нас полкарты в этих фермах всяких. О, так, 80 раунд, кстати, вот у к счетам. Я опять зря этот скилл использовал, ну да ладно. Так, победа, продолжаем, идем дальше, все нормально. Так, 80 тысяч, кстати, мы так накопили, что-то резко, я даже не заметил. Так, может накопить на банановый централ, посмотреть, что он... Хотя нет, что-то я, я так уже разбежался, нам надо немного на другое приоритеты свои сбавить, потом уже посмотрим. Пока что у нас, мне кажется, есть все, ну, чтобы накопить на то, что нам надо. Первое, я, наверное, накоплю на владыку плазму. Это будет недолго, как по мне, мне так кажется, по крайней мере. так, поэтому вот будем смотреть. В любом случае, мне вот интересно одно тут посмотреть. Стреляет мощными, ага, ага. Так, вот, вроде бы, если вот так вот прокачивать, то этот суперобзина может справляться с этими, со свинцовыми и шарами. По крайней мере, мне так кажется. Я просто хочу на всех случаев ее поставить, прокачать, ну, деревню, чтобы кому-то шина видела. Чтобы у нас тут запасная была защита на всякий случай, потому что скоро 90 раунд, и я не знаю, будет ли она справляться, но будем ли мы справляться вообще с этим всем, так, тут встать у нас все уже накопилось, быстрее все забирать, 300 тысяч у нас уже есть, так, ну, все, у нас первое уже, как бы, владыка плазмы, можно сказать, накоплено, я бы немного тут еще попрокачивал, тут вроде до самых обычных ой, сейчас 80 раунд, по 90 точно, а, мы справились, то есть, то есть, все, у нас, наши суперобезьяны это справляются, так, тогда, конечно, все, идем дальше, что нам, можем себе позволить, у нас уже полмиллиона накоплено, кстати, как тут нового обезьян дали, тут дают бесплатно обезьян каждый раунд, жесть, они не заканчиваются, это вроде бы, потом, чем больше обезьян поставить, тем больше будет уровень нашего парагона, так, я, а я не просто поставлю, я их еще немного вкачаю, чтобы, мне кажется, это будет больше бонуса, давайте вот так уже посмотрим, а че, их несколько может быть, а, у меня вроде бы там, да, да, у меня, всегда кто-то испугался, у меня просто есть знание, которое позволяет иметь двух таких обезьян, и я подумал, как это, я уж чуть парагона не создал, так, посмотрим, что такое, вот 700 тысяч уже накоплено, мы, похоже, сразу же сможем этого, обезьянным двумерангом парагона создать, так, что-то у нас тут по банкам, по банкам, кстати, тоже скорых надо будет уже забирать, я просто скачаю в одну линию, так, сразу, тут собра на всех случаев деньги из банка, почему бы нет, вот узнает, вот видите, какая-нибудь ачивка за накопление очень больших сумм денег, потому что я в любом случае не прям так старался, но мне захотелось попробовать накопить побольше денег, и, кстати, с утра ну мы должны справляться, у нас тут нет никаких сложностей, так, все, мгновенно обезьяна, спасибо, идем дальше, так, все, ну и давайте создавать, слушайте, вот посмотрим на нашу ладыку плазму, 1 миллион, кстати, мы накопили, то есть степень парагон 36, по-моему, это нам вообще предостаточно, почему бы нет, и так все хорошо, и сейчас будем уже собирать нашу второго парагона, так, это вот полностью наверх качаем, этого полностью на низ качаем, так, и все, тут 432 тысячи у нас уже эти деньги есть, и сразу же тогда оставим наших, как они там, обезьяны с глумерангами, я уж их тут забыл, конечно, тут немного этот парагон обезьян с дротиками немного в глаза бьется, ничего не видно, вот обезьян с бумерангами я хочу поставить побольше, посмотреть, уровень набрать, потому что я не думаю, что у нас сейчас есть какие-то вообще проблемы, но в ближайшем раунде у нас вообще не должно быть каких-либо трудностей прохождения, причем тот же самый парагон, что у нас творит там, уже миллион 600 нанес, еще эта суперобезьяна у нас очень сильная, я ее поставила так просто, как уж на всякий случай, а в итоге она чума, она прям тащит, но она и стоит, побои, больше 100 тысяч, в общей сложности, наверное, ушло на нее 150 тысяч, это больше деньги, и мы, кстати, почти опять на миллион накопили, что у нас тут, кстати, собираем, все, опять миллион есть, так, я вот так еще прокачал, черт, у нас тут пока что, да, и единственное, что вот жалко, мне еще тогда в комментариях писали, когда я парагона впервые создавал, что они не бафаются, это действительно на самом деле обидно, что так есть, ну как, почему бы нет, почему бы их нельзя забахать, я, конечно, понимаю, что они и так невероятно сильны, но ведь из-за эту цену мы прокачивали, то есть мы ставили, все, это надо накопить, почему-то же темный этот владыка, я не помню, как он называется, секретный, секретная обезьяна, суперобезьяна, которую можно вкачать, ее же можно еще и забахать, хотя она стоит так же, она, знаете, она прям стоит, как самый настоящий парагон, если даже не дороже, по-моему, она даже дороже стоит, в общей сложности так посмотреть, и при этом ей действительно можно забахать и проходить дальше, а тут этих нельзя, очень странно, и помимо всего же я уверен, что парагонов будут со временем добавлять, и та же самая суперобезьяна получит еще и своего парагона, ну, по крайней мере, я хотел бы, чтобы они это сделали, интересно тогда уж, сколько этот парагон достойки будет, это же вообще космические деньги, у нас, кстати, 119 раунд уже, так, по-моему, хватит на вот столько обиданных с гротиками, так, у нас тут аж 3, кстати, одновременно идет, мне немного страшно, на всех случаев, я завязал тут все скиллы, и в принципе нормально, неплохо с этим все справились, и просто вкачиваем на одну этого всех, и не знаю, конечно, что мы так делаем, так, лан, пускай пока копятся деньги в банке, но мне кажется, все равно это не прям влияет, в какую сторону я вкачиваю этих бумерангов, просто главное, что мы на них потратили деньги и потом это вот нам как раз таки вернется, просто большое количество уровней дадут ему, и по урону они будут прям очень сильны, посмотрим, ну еще, конечно, каких-нибудь обезьян поставим, потому что у нас сейчас денег нереально множество, так, давайте, я тут сразу доберу, полтора миллиона, вы представляете, полтора миллиона, причем мы очень как бы просто накопили, но это и карты, знаете, она очень удобная, то есть, если смотреть уже там дальше на сложные карты, там где эксперт или еще что-то, там вообще почти не поставить этих банков, ферм, это очень тяжело сделать, это очень неудобно, тут, кстати, еще некоторые свободные места, куда можно поставить, конечно, найти, сейчас скажу, куда можно обезьян с бумерангом поставить, но я решил, типа, и так нормально, еще бананов фермы тут быстренько прокачал, чтобы каждой стороны по максимуму посмотреть, что вообще прикол заключается всего этого, так, вот, ну, кстати, ему почти все уже, почти все и будем проверять, главное, знаете, вот сейчас нечаянно не проиграть бы тут, пока тут кликаю, может быть, кто-нибудь пролетит и я все такой не понял, а как, вроде все хорошо же было, так, но у нас, кстати, уже 124 раунда, очень долго живем, о, кстати, почти, ну, вроде всех, так, давайте создадим господин Глев, ова, 39-й, ну, ладно, ну, 39-й, 39-й, но, как бы, если посмотреть, то у нас действительно я столько денег отдал, я немного негодую, по этому поводу, как так, мм, давай тогда мы тут еще одну суперобзиану поставим, я хочу ее полностью вот так вкачать, у нас, кстати, 850 тысяч, поэтому мы можем вообще ставить всех и смотреть, обугровать, вообще, узнать, типа, по максимуму вообще, сколько можем раундов прожить, так, здесь бы я вот так прокачал полностью, во, мы тут вообще сейчас будем невероятными бойцами, смотрите, как наносит урон этот парагон обезьяны с бумерангами, уже 3,5 миллиона, то есть, конечно, у нас тут суперобезьяна 5 миллионов накопило, и вот это вот обезьян с дротиком еще большое количество, они, кстати, сейчас вообще не бьют, не стреляют, ничего не наносят, потому что у нас именно этот парагон всех уничтожать, жесть, так, я бы вот сюда бананную ферму продал, здесь бы поставил еще одну обезьяну с дротиками, направил бы ее вот сюда, чтобы она у нас так по линии стреляла, и полностью ее на лазер, чтобы она все, знаете, как запасной вариант, я даже, если честно, мне интересно, как это будет на записи, потому что, например, у меня игра, ну, все хорошо у нее, абсолютно все нормально идет по этому поводу, никаких лагов нет, ничего, а все-таки на записи мне так кажется немного съедается качество, особенно, когда очень много всего происходит одновременно, давайте, кстати, эти вот бананную ферму продадим, типа, нам они уже не нужны, вот эти вот, конечно, оставлю, тут в деревне, пускай будут, почему бы нет, а здесь, чтобы хотя бы так экран не загармождали, то мне так кажется, что вам немного некомфортно на это смотреть, так, обязательно деревня почти 2 миллиона принесла, а вот это вот бананную ферму собрал почти 3 миллиона бананов, мне кажется, он, он сейчас максимально офигевает, он думает, что творится, что происходит, вот это меня поставили, так, 8 миллионов урона, уже, жесть, мы так очень далеко, наверное, можем пройти, я тут, на всякий случай, поставлю, обезьяна инженера, пускай он тут со своей ловушкой походит, если не постоит, я даже не знаю, о, я, кстати, я давно хотел попробовать, о, укрепленный, ма пошел, опасный, на самом деле, даже сложно его довольно-таки пробить, но я без скиллов, то есть я скиллы не использовал, вот я хочу, нет, кстати, вот здесь поставлю, ой, как экран же тут все происходит, мне же страшно, если честно, я хотел поставить шиповый завод всегда вот такой, потому что он стоит невероятных денег, я надеюсь, что это прям того стоит, о, вы посмотрите, я, я завязал скиллы, которые увеличивают, как бы, и силу, и еще бэда, этого, адротикамета, потому что тут вообще с ума сети можно, и кстати, по урону-то он тоже очень много нанес, вроде даже миллион урона, почти два, что ли, так, а это обязательно с двум рангом, и она вообще чудеса творит, адротикамета, он самый полезный, и это действительно так вот посмотреть, мне кажется, его прям забулили в этом плане, но ничего, он тоже молодец, он большой молодец, он, он нам нужен, так, опять тут все скиллы юзаем, вообще, спокойно проходим, можем, кстати, по приколу, просто поставить суперобезьяну, и прокачать ее на верхний уровень, типа, не добавляя дополнительных вот этих вот способностей, просто, чтобы, знаете, вот была, сейчас ее супердальность здесь включим, чтобы так, на подстраховке была, то есть она на полкарты, я уже забыл, как это, когда они у тебя есть, а денег, кто у нас, 780 тысяч, ну, 790, почти 800, не заканчивается, абсолютно, я уже даже не знаю, куда деньги ставить, единственное, у нас что-то, обзянамаг бедный стоит, непрокаченный, ну, вот, кстати, бомбометатель, я просто не очень хочу прокачивать этого обзянамага, потому что, он же будет еще потом мапов своих кидать, а это тоже полкарты, все закроет, и мне кажется, на карте будет полнейшая анархия, кажется, думаю, что это будет смотреть не очень вам приятно, не очень все это легко, но вроде бы мы пока что справляемся, то есть, каких-либо сложностей прям нет, особенно, знаете, если вот использовать скилл, это обязательно деревня, то она прям очень сильно повышает урон, 16 миллионов практически, ну, вот, уже 16 миллионов, жесть, это урон, но это еще с другой стороны, это урон такой, потому что она стоит прямо впереди всех, это самый первый мой, моя башня, которая встречает всех как раз таки и уничтожает в основе своей, то есть, если бы мы поставили, например, этого парагона в самом вперед, он бы тоже больше намного урона нанес, или же та же самая суперобезьяна, тоже очень много урона нанесла, так, а это, кстати, не так много нанесло, жесть, удивительно на самом деле, хотя, по-моему, она вроде сильно считается, ну да ладно, что есть, то есть, можно, конечно, еще поставить обзянного аса, но я что-то не знаю, по-моему, и так, пока что достаточно, можем вручь, кстати, вот здесь такое замутить, с нашими, это, энергайзерами, пускай, их уничтожает, так, куда вы пошли, слишком много вы хотите, слушайте, он тоже такой полезный, уже 9 сорок провел, на самом деле, так, а как тут, ну, все, тоже нормально, 200 тысяч, причем, если проходит, то он прям очень много урона наносит, поэтому прикольно, нормально, в этом все плане, и тем временем, у нас уже 149 раунд, почти 150, и я даже не знаю, сколько раундов, мы еще так сможем прожить, может быть, вообще мне стоит поставить на паузу, а вернуться уже, знаете, тогда проиграем, то ли, чтобы вам сказать уже нашу итоговую статистику, 20 миллионов, жесть, а взянуть с дурочками тоже очень сильный, ой, ма, блин, у меня уже, все, язык это, затыкается, мне часто писали, что именно господин Глеб, из двух пока что, как они называются, я забыл, понимаете, а, вот, что он из двух пока что парагонов, он самый сильный, может быть, он действительно пока что считается вот как бы сильным, и даже мне так кажется, но, все равно, обезьян с дурочками как бы тоже очень сильна, хотя вот, обезьян с двумираном, посмотрите, 22 миллиона практически, и у нас тут еще, как бы на подстраховке супер обезьяна, еще дротикомет, вот этот вот, а они ведь потом, те, ну вот, вы представляете, это какой муап должен быть, что он пройдет сначала вот эту верхнюю линию, потом вот тут вот попроходит еще, пройдет вот этот дротикомет вместе с этой супер обезьяной, а потом еще и должен опять пройти вот здесь, это же, вообще, это что должно быть такое, чтобы они смогли пройти, хотя, на самом деле, если так посмотреть, то сейчас муабы дальше начинают проходить, и я не знаю, как это работает, потому что мы только сильнее становимся, а че-то, а муабы те же самые идут, а они проходят все дальше и дальше, может быть, у них там наполненность какая-то увеличивается, и из-за этого они могут себе позволить иметь больше хп, что ли, 10 миллионов, представляете, то есть вот супер обезьян тоже вот обогнала, и все нормально, хотя, если так вот посмотреть, то вот, смотрите, это вот супер обезьяна стоит в общей сложности, ну, 1150, максимум, я не знаю, вот, а вот это обезьяна парагон, в общей сложности у меня, что ли, вышло или 700, наверное, с учетом того, что я поставил очень много всяких обычных обезьян с гротиком, и их еще напрокачивал, а как бы по урону, по числу, по крайней мере, не прям такая, знаете, гигантская разница, но все равно, что-то вот есть такое, поэтому, может быть, выгоднее вообще поставить вот эту супер обезьяну вкачанную, с ним парагон, хотя, мне вот интересно, вот если парагон до сотого уровня уровня вкачать, будет ли прям такая вот разница во всем этом уроне, так, братья комплект, о, кстати, супер обезьян ты что-то нанесла, это вот, видимо, когда вот здесь пролетают, он что-то да, наносит, нормально так-то, по этому поводу идет, можно здесь вот пушку такую вот поставить, просто по приколу, не знаю, прокачать ее наверх, потому что, вроде бы, верхний уровень может их, это, типа станить муаба, но я не знаю, на какую сложность это максимум идет, то есть, работает ли это, например, с фиолетовыми, самыми сильными, или же это максимум идет зеленого домба, или как он, так, усиление, потому что все равно немного уже опасно, 156 раунд, и опасность то у нас все-таки появляется, мне вот интересно сможем ли мы так дойти до 200 раунда, особенно, знаете, если вот я, например, поставлю на паузу и отойду вообще куда-нибудь в другую комнату, а потом вернусь и вот посмотрю надолго ли нас хватит, именно, знаете, без использования каких-то особенностей, например, вот тут двойное усиление, которое очень полезные навыки, так там, так как у нас тут почти 30 миллионов урона, я в шоке, кстати, вот обезьянный инженер тоже нормально так идет, забирает всех, так еще и деньги дает, неплохо, так, я действительно думаю, что вот, знаете, поставлю вот здесь вот обезьянного аца, вот так вот ее еще прокачаю, кого бы нам тут еще поставить, знаете, вот так вот сделаю, или как, пускай лучше вот здесь поставлю алхимика, но полную вот так вот еще вкачаю, чтобы еще, чтобы еще быстренько сделать, и, ну, буду стоять действительно на паузу, чтобы уж это, так долго не тянуть со всеми этими видео, а то мне так кажется, и так видео будет очень длинное, но, в принципе, уже, мне кажется, очень большое вышло, и сейчас, в данный момент, неудобно, наверное, даже все смотреть, у нас тут все ледяные собрались, сходка, поэтому им нормально, ну и пускай, так, ну и все, вот смотрите, вот давайте сейчас 160 раунд мы переживем, и на 165-м я тогда уж поставлю паузу, и вернусь, ну, когда мы проиграем, наверное, или на 200-м, наверное, на 200-м раунде вернусь, чтобы, если, конечно, мы доживем, вы знаете, если действительно доживем, ну, я бы надеюсь, на это было бы хорошо, так, 160 раунд начался, сейчас вот его бы нам пройти, 130, ой, 130, 35 миллионов урона практически нанес наш парагон, да, вот обезьян с бумерангом, значит, правда, очень много, и супер обезьяна, кстати, смотрите, то есть я ее еще забафал, вот зелем, у нее вообще сейчас радиус невероятный, поэтому и по урону она начала тоже набирать, так, я потерял курсор, так, вот этот обезьян с дротиком тоже очень много нанесла, 14 миллионов, ну, тем временем, кстати, вот все, 165-й раунд, поэтому, все, давайте я ставлю на паузу и вернусь к вам когда-то, либо на 200-м раунде, либо раньше, когда мы проиграем, ну вот, и дошли мы до этого долгожданного момента, я только что завершил 199-й раунд, если честно, вот эти вот 40 раундов, они длились как вечность, но вот как будто, вы знаете, я бы успел раза 3-4 опять дойти до этого 160-го раунда, чем прожить вот эти вот 40 раундов, а как вы могли заметить, действительно, очень сильно у нас все изменилось, я очень многих добавил, причем, добавил я их уже очень давно, то есть, в самом начале, как поставил паузу, я там сразу же их накидал, и все, и сейчас, по-моему, как раз-таки будет такая сводная ведомость, вы посмотрите, обезьян с бумерангом 112 миллионов, почти 113 миллионов урона, наша супер обезьяна 54 миллиона урона, и обезьян с дротиками 34 миллиона урона, тоже неплохо, ну вот, я еще как раз-таки поставил обезьяну аса, посмотрите, 31 миллион урона, это очень много, это очень хорошо, кстати, супер обезьян, это 5 миллионов урона в общей сложности это нанесло, вот ледяная обезьяна, которую я поставил, нанесла почти 2 миллиона урона, а это дротикамет, вы посмотрите, почти 37 миллионов урона, очень много, на самом деле. Также вот друида поставил. Пока что 3 миллиона нанёс. Но он тут что-то не очень как-то стоит, я не знаю. Этих я пока что ничего не вкачивал. Кстати, сейчас я для вас покажу такую прям знаете, обезьяну, которая лучше любого парагона. Похоже, по крайней мере, так и есть. И это алхимик. Ой, 92 миллиона урона. 92 миллиона. Причём поставил-то я его недавно. Представляете, как это накопилось-то быстро. Я сейчас его стараюсь усилить. Я также усиливал некоторые обезьяны с самого начала. Только сейчас дошёл до этой. И она такими темпами действительно может запросто обогнать господина Глев. Поэтому у неё очень огромный потенциал. Как мне действительно так кажется. И я даже не знаю, может быть попробовать пройти 200 раунд с вами. Что вот показать как у нас всё получится. Ну и если что, я беспокоюсь за ваши глаза. Потому что вот сейчас может быть такое произойти. Но что вот вообще страшно. Ну давайте попробуем, посмотрим. Что-то как тут. Видите, какая тут скорость. Ой, кстати, усиленная. Давайте мы своих тоже усилим. А он ещё какой-то такой быстрый был. Ну до сих пор, в принципе, быстрый. Ну вот как вот, наверное, мы должны, мне кажется, пройти 200 раунд. То есть нет прям каких-либо проблем. И всё. И после 200 раунда я отправляю эту игру вольное плавание. То есть она сама будет играть. И не буду использовать эти способности. Мне кажется, тут нет никакой возможности типа автоспособности нажимать. Потому что тут нет таких клавиш. Хотя было бы очень полезно на самом деле. И то есть я просто уже пойду выйти в комнату, не знаю. А так вот мы будем смотреть, что. Мне кажется, мы недолго проживём. А мне сейчас вообще интересно, проживём ли мы этот 200 раунд. Потому что тут как-то очень тяжело, что ли, у нас пошло. Эти усиленные фиолетовые муабы, они очень сильные. прям что-то с ними не так. Офигеть. Что, мы на 200 раунде проиграем? Ну вот, а вот этот вот мы уничтожим, нет? Я хочу... Какой он быстрый? Что его так ускорило? Почему такой быстрый? Нет. Пожалуйста, не живи. Ой, ну это похоже всё. Мы тут сейчас проиграем. О, мы прошли всего. Вы это видели? Это ведь просто было на грани. Или, слушайте, или это он нас спас? Так, я не знаю, как это работает, но по-моему, там была какая-то защита, и может быть, это действительно он нас спас. Офигеть. Вот это реально эпик. Не зря я решил всё-таки сами пройти его, но это было очень круто. И вот знаете, вот сейчас я как раз-таки оставлю эту игру в вольном плавании, посмотрим, докуда мы проживём. Я уверен, что максимум, может быть, раунд если не на первом же вот сразу же раунде, мы сейчас проиграем, потому что без усилений намного сложнее на самом деле проходить. Ну и 200-й раунд как минимум это уже очень круто. Какие вот, какой урон наносят наши обезьяны, это очень здорово. Это очень много. Поэтому буду продолжать, и увидимся мы с вами уже очень скоро. Ну вот знаете, как я вам сказал, так всё и случилось. Вот не поверите. Я только подумал, ладно, один раунд посижу. Но я просто не верил, что мы пройдём. И что-то, ну и по факту. То есть надо было как-нибудь по-другому там вкачиваться, что-то пробовать, другое, про мстительного истинного бога солнца, потому что он тоже очень сильно усилит. Но в любом случае я уже очень доволен, как у нас всё прошло. 201 раунд. Ну мы с ним, конечно, не справились, но это очень, очень сильно. Мы прям большие молодцы. Башен размещено 148 шаров, пробито почти 400 миллионов. Представляете? 400 миллионов шаров, это же надо же такое. Получено денег 7 миллионов. Пробито Моап 40, ну почти 47 тысяч. Использовано способности 379. Использовано сил 1. А что это значит? Что за силы такие? Или я что-то использовал? Если это вот прожжёлтую молнию, то я, по-моему, ничего не тыкал? Или он или нечаянно тогда нажал? Ну, слушайте, я не знаю, но в любом случае молодцы. Мы как раз-таки проиграли фиолетовому бронированному этому Моабу дурацкому. Смотрите, сколько он урода нанёс. это что? Это 900 ой, это 93 тысячи. Жесть. Ну, тут уж да. Ну, что поделать? Может, нам достижение дали какое-нибудь? Пожалуйста. О, достижение. Наберите 1000 жизней за одну игру. Все серьезно? У нас именно это достижение? Ну, в любом случае прикольно. Ну, я что-то думал, что у нас будет покруче какое-нибудь. Так, использовать 100 мгновенных обезьян. Ага, коллекции даже после использования. Так, ну, что-то да, видимо, это все. Пробить шары 100 миллионов. Как бы не лопнуть. Прикольно. Надо будет потом попробовать выполнить достижение. Посмотрим, что-то как у нас есть. А на этом я, наверное, буду заканчивать серию. Я надеюсь, что вам она понравилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии то, что вы хотели бы увидеть на канале, какие игры, или, может быть, какое-нибудь испытание мне прислать, которое я постараюсь выполнить, по крайней мере, за определенное время. А на этом все. Всем был Диктофон. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok